Здравствуйте! Вы смотрите Диалог. О работе профсоюзных организаций предлагаю поговорить сегодня. Знакомьтесь с нашим гостем и присоединяйтесь к нам. Алексей Николаевич Неверов. Председатель Гомельского областного объединения профсоюзов, член Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь 7-го созыва. Родился в городе Уральске Западно-Казахстанской области Казахской ССР в 1973 году. Окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт и Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины. Трудовую деятельность начал слесарем механо-сборочных работ на Уральском заводе «Зенит». С мая 2002 по 2004 год работал специалистом, ведущим специалистом отдела внешнеэкономических связей СП УАО «Спартак». С 2004 по 2007 юрисконсультом, заместителем начальника коммерческого отдела КСУП «Тепличное». В 2007 году назначен председателем Улуковского сельского исполнительного комитета Гомельского района. В 2011 заместителем председателя Гомельского райисполкома. В 2012 году возглавил администрацию Новобелецкого района города Гомеля. С 2017 года председатель Гомельского областного объединения профсоюзов. Работает в составе постоянной комиссии Совет Республики по законодательству и государственному строительству. На вопросы, которые касаются деятельности областного объединения профсоюзов, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 0232 340 043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер. Номер плюс 375 29 340 043 3. Здравствуйте, Алексей Николаевич. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые телезрители. На встрече с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой глава государства поставил задачу, чтобы до конца года профсоюзные организации были созданы по всех организациях, независимо от формы их собственности, государственной либо частной. Алексей Николаевич, каким образом сейчас построена работа профсоюзов нашего региона в связи с выполнением этого поручения президента? Ну, начнем с того, что это уставная задача профсоюзов, создание первичных профсоюзных организаций. Об этом разговор президент еще начал в 2015 году на 7-м съезде Федерации профсоюзов Республики Беларуси. Задача не нова, но в то же время на последней встрече он определил и как бы конкретизировал эти сроки, вот окончание этого года. Мы тем самым провели определенную работу по формированию реестра с учетом малочисленных организаций, в большей степени это частный сектор экономики. Работа будет поставлена следующим образом, в принципе она не будет отличаться каким-то коренным образом от той работы, которая проводилась ранее. Но в то же время, так чтобы нашим телезрителям было понятно, это работа по отраслевому принципу, в первую очередь, 15 отраслей, 15 профсоюзов существуют у нас в области. Каждый имеет свою направленность в определенной отрасли реального сектора экономики, либо же социальной сферы. Совместно с председателем районных объединений, которые существуют в каждом районе нашей области, они в неналичном лице, но у них есть свои помощники, которые занимаются определенной деятельностью. Будут посещаться организации, которые попали в этот реестр с учетом малочисленности, и предлагаться именно создание первичных профсоюзных организаций с целью, самая главная цель – это социально-экономическая защита наших работников. С учетом действующего законодательства, это как представление в суде, государственных органах, так и охрана труда, разъяснение законодательства, консультации, все это будет проводиться на безвозмездной основе, поэтому любой из трудящихся, являющий членом профсоюза, имеет право на такую защиту, что, в принципе, было сказано президентом. Здесь самое главное, чтобы любой работник того или иного предприятия, учреждения, организации мог беспрепятственно обратиться к нам и получить необходимую помощь в той или иной направленности, которая его интересует. Отраслевые профсоюзы возьмут под крылышко вот эти маленькие первички, вновь созданные. А вы анализировали уже, в какой отрасли их будет больше всего? Где конкретное будет прибавление? Ну, вы знаете, давайте исходить из того, что частный сектор экономики, где он в более степени развивается? Даже можно логически... В торговле, в условиях? В торговле. Вот торговля у нас берет любую львиную долю, скажем, по отраслевому принципу вот этих малочисленных предприятий, в основном это частный сектор экономики. Поэтому здесь придется и обкома торговли поработать в направлении в том, чтобы дойти до каждого. Очень напряженно придется работать и, наверное, расширяться, я так предполагаю. Да, потому что более 500 будет именно организация новых определено с учетом последних поручений, которые мы получили. Продолжим наш разговор, Алексей Николаевич, у нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Слушаем вас, пожалуйста, вы уже в эфире, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Николаевич, вас беспокоит Альфирович Виктор Васильевич. Если можно, то есть такая просьба. Я живу в улице Рабочая, дом 18, в городе Гомель. Я куда и куда не обращаюсь, но конкретно по телефону 115 звоню, типа ЖКХ. У нас вокруг дома плохой асфальт, очень плохой асфальт, невозможно на машине проехать. Вот за техосмотр заплатил 270 рублей, а на машине проехать за дороги заплатил. А на машине проехать не могу. Я понимаю, может быть, немножко непогадрошу и обращаюсь, но вот я как член профсоюза. Может, вы на кого-то повлияете или как-то поможете нам. Виктор Васильевич, а вы какие-то ответы получали от службы жилищно-коммунального хозяйства вашего района? Есть ли в планах ремонт этой территории? Сказали, будем думать, мысли вас в список, в заявку и конкретно ничего. Просто слова. На словах получаю, а конкретно ямы как есть на дороге, так и остались. Никто ничего не делает. На словах все красиво. Спасибо за звонок. Поняли вас. Спасибо, Виктор Васильевич. Ну, знаете, если заходить вперед по нашей беседе, и мы с вами уже об этом беседовали до начала нашей программы, есть еще и вторая функция, которую исполняют как сенатор, как член Совета Республики от города Гомеля. Поэтому вопрос также находится в моей плоскости. И я попросил бы от Виктора Васильевича, если это возможно, завтра перезвонить по телефону, который был бы указан в объединении профсоюзов, и изложить, либо с 7 декабря прийти ко мне на личный прием с необходимыми документами, которые я рассмотрел бы и связался с необходимыми службами для разрешения данной ситуации. Виктор Васильевич, я надеюсь, что номер телефона вы редактором оставили, и я думаю, что... Передадите, да, мы можем выйти сами на вас, и вопрос этот отрегулируйте уже. Спасибо, продолжаем. Говорим о создании новых первичных профсоюзных организаций. Одним из главных условий ее действия является создание коллективного договора. Давайте остановимся на этом документе подробнее. Одно без другого существовать не может. Если есть первичка, есть колл-договор. Если есть колл-договор, соответственно, есть профсоюзная организация. Знаете, теоретически может, но насколько будет продуктивное существование, как вы назвали, это еще вопрос. Дело в том, что коллективный договор – это подзаконно нормативный акт, но нормативный акт, который регулирует правоотношения между нанимателем и работником. И из большинства случаев, рассмотренных дел в суде, в первую очередь, судья задает вопрос, существует ли коллективный договор, и как в нем прописана та или иная норма, которая будет рассматриваться в процессе данного заседания. То есть он может и не существовать? Тогда и смысл этого партнерского отношения между нанимателем и работником, то бишь профсоюзным комитетом, который представляет его интересы, практически теряется. Коллективный договор должен улучшать положение работника на предприятии, в соответствии с действующим законодательством в той или иной сфере. Это и материальные выплаты, какие-то дополнительные сверх тех, которые предусмотрены законодательством, и дополнительные отпуска, и так далее. Поэтому здесь можно перечитать множество льгот и каких-то поощрений, которые наниматель предоставляет своим работникам в соответствии с данным коллективным договором. Если это прописано, это к исполнению обязательно, той или иной стороной. Поэтому это документ, это, если хотите, конституция того или иного коллектива, того или иного предприятия. Алексей Николаевич, в продолжении этой темы я предлагаю посмотреть сюжет. Мебельная фабрика «Прогресс» престижных конкурсов и обладателем наград отечественных и международных выставок. А по итогам прошлого года занесено на областную доску почета. Хотя сегодня приходится работать в особых условиях. У каждого на устах слова «эпидемия» и «коронавирус». Профсоюзный комитет совместно со службой охраны труда не только разместил во всех цехах памятки по профилактике ковида, но и совместно с администрацией приобрел для всех работников защитные маски. Кроме того, на «Прогрессе» уже дважды провели обработку всего предприятия с дезинфицирующими средствами. И это лишь часть мероприятий по охране труда на фабрике. Только в этом году на соответствующие цели в расчете на одного работника выделено около 600 рублей. И такая цифра. На предприятии работают 26 общественных инспекторов, к деятельности которых повышенное внимание. И не только в плане требовательности к результатам проверок. Поощряем. Профсоюзный комитет поощряет от себя. И по представлению профсоюзного комитета генеральный директор тоже поощряет. У нас раньше не было записано на поощрение общественных инспекторов в коллективном договоре. Но мы ежегодно и все равно поощряли приказом генерального директора. В этом году мы внесли в коллективный договор о поощрении общественных инспекторов. Документом, который не только защищает права работников, но и предусматривает для них дополнительные льготы и гарантии, можно назвать и коллективный договор, действующий в Светлогорском коммунальном жилищно-мунитарном предприятии «Светоч». При том, что на протяжении последних 10 лет все без исключения являются членами профсоюзной организации. Без внимания не остаются не только сами работники, но и их дети. Витамины – акция в виде фруктовых наборов для детей из многодетных семей в качестве профилактики ковида. Автопробег по местам боевой славы ко дню победы. И акция «За Беларусь». Виртуальный конкурс «Мир моих увлечений» и флешмоб «Спасибо медикам». Плюс материальные доплаты членам добровольных народных дружин и льготы для воинов-интернационалистов. Среди прочего, на отбавки к контрактам и до пяти дней дополнительного отпуска. Даже отцам при рождении в семье ребенка оказывают помощь. Вообще, кроме льгот, предусмотренных отраслевым соглашением, в коллективном договоре «Кжуб-Светоч» предусмотрено еще более 60 направлений, приоритетных для профсоюзной организации. Материальная помощь по коллективному договору предусмотрена многодетным родителям в случае тяжелых болезней. Мы обязательно чествуем наших ветеранов труда и юбиляров, вручая им денежные выплаты. Кроме этого, у нас предоставляется возможность нашим работникам активно заниматься спортом, потому что на балансе предприятия находится физкультурно-спортивный комплекс со своими залами игровых видов спорта, тренажерными залами. Мы арендуем плавательные дорожки в бассейне, то есть прилагаем все усилия для того, чтобы труд наших работников был, помимо всего прочего, еще и здоровым. Вы смотрите «Диалог». Член Совета Республики Национального Собрания Беларуси, председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов сегодня у нас в гостях. Конечно, пандемия COVID-19 очень сильно повлияла на нашу жизнь в этом году и экономическую, и общественную. Какую роль в этих изменившихся, на большой срок, если не навсегда, уже в условиях, взяли на себя профсоюзы? Ну, действительно, Ольга, здесь коснулась мне каждая сфера, в том числе и экономики. Я бы хотел сказать, что, как и все общественные объединения, как, в принципе, все общество и люди, в частности, каждый по сильной помощи оказывал, в первую очередь, с медикам, потому что они стоят на передовой по борьбе с этой болезнью, с этим вирусом, ну, и профсоюзы, естественно, не могли остаться в стороне. Вот пара-тройка цифр, которые назову, чтобы было понятно, где-то около 1,3 миллиона рублей было направлено лишь только на закупку обеззараживающих средств, средств, индивидуальной защиты для медиков, в первую очередь, потому что, я еще раз повторюсь, они на передовой. 2,2 миллиона рублей были направлены на тех, кто заболел из сотрудников медицинских, для помощи к больничным, потому что дальнейшее лечение, даже после стационара, оно очень дорогостоящее, как бы здесь надо помогать в любом случае. И где-то около 870 человек, не работающих, но бывших работников тельных предприятий, получили ту или иную помощь в виде каких-то продуктовых наборов, доставку наборов продуктов на дом и так далее. Всячески помощь проводилась и проводится в настоящее время. Это была касса взаимопомощи определена. Лично как объединение мы переходили на 4-х дневку, свой пятый день отдавали именно в эту кассу. Все возможные направления использовались. И эта работа будет продолжаться, пока необходимость в ней существует. Алексей Николаевич, есть по этой теме у нас вопрос на Вайбере. Если на работе требуют постоянно носить маски, должно ли руководство обеспечить ими работников? Как, на Ваш взгляд, должен решаться этот вопрос обеспечения безопасности в данных условиях? За свой счет работники должны приобретать маски, наниматель должен обеспечивать, и каким образом это регулировать? Вот в сюжете мы видели, да, пример, что эта норма вносится в кол договор. Знаете, такая дискуссионная тема, если честно. Во-первых, средства индивидуальной защиты – это, в первую очередь, конечно, наша с вами задача для того, чтобы и себя обезопасить, и окружающих. Потому что никому неизвестно, заряжен ты, не заражен, ты уже можешь быть носителем. Поэтому надо подумать о своих близких и тех, кто находится рядом с тобой. И в общественном транспорте, и на работе, и себя лично. Ну, мое мнение такое, что если возможность такая есть, нанимателю надо на это обратить внимание и способствовать тому, чтобы на работе человек был защищен, в том числе и маской. Если же отсутствует такая возможность в силу каких-то экономических затруднений обратиться к тем общественным, в том числе и к нам, если правком есть на предприятии, мы каким-то образом тоже будем содействовать этому. Может быть, не 100%, ну, каким-то процентным соотношением точно. Либо же люди, конечно же, тоже, они должны оставаться в стороне и всячески способствуют этому. Здесь, конечно, я думаю, что все стороны должны действовать в одном направлении, ни в коем случае не вступать в конфликты по этому поводу. Тем более, что не столь дорогостоящий вопрос. А вот цена жизни и здоровья, вот это, конечно, уже совсем другое дело. Еще одна важная задача профсоюзов – это мониторинг цен. На продукты питания и на услуги. Алексей Николаевич, тоже задача не новая. Это постоянная работа профсоюзов. Какие выводы вы делаете по этому году? Я бы хотел сразу определить, что такое мониторинг цен, его задача и, может, какая-то даже этапность. Что возлагается на профсоюзы? Контроль за ростом цен. В какой степени? В первую очередь, мониторинг, как таковой, исследование рынка через пути посещения магазинов. Предположим, у нас их по области определено 44. И исследуем мы 72 позиции товаров. Это государственная форма собственности? Нет, не обязательно. Не обязательно. Различная, да. Но она должна быть постоянно, чтобы мы имели определенную картину, как изменяется цена в том или ином магазине, но в определенных. Берем определенное количество, определенное название и так далее. Это первый этап – исследование и наличие информации, достоверной информации с прилавка. А второй этап – это уже стабилизация и возможность тех или иных мероприятий с точки, значит, определенных структур государств, на первую очередь, власти, каких-то министерств определенных, которые занимаются этим непосредственно. Стабилизация этих цен на определенном этапе. Конечно же, с учетом инфляции, это понятное дело, что не может быть оторван от жизни. И понимаем, что тот или иной продукт, он повышается в связи с определенными обстоятельствами. В том числе и закупочными ценами и так далее, и так далее. Я для примера могу привести, что из исследуемых продуктов, те, на которые не поднималась цена, либо поднималась, но не в незначительных размерах, это в основном продукции собственного изготовления в нашей республике. А на которые поднимается цена, и довольно-таки значительные люди, услышав меня сейчас, я думаю, согласятся со мной, это гречневая крупа, подсолнечное масло. То, что не производится в республике, то, что завозится, конечно же, будет расти. Но главная задача, как и нашей общественной организации, исследовать и дать информацию достоверную в соответствующие министерства, так и действия министерства по стабилизации цен. Это и создание, в том числе, стабилизационных фондов на продукты питания, в первую очередь, нашего производства, которые бы созданы были в определенной области, и могли гарантировать наличие той цены, которая была заявлена на момент выращивания продукции, предположим, ну, если касается растеневодства. И до окончания сезона она была бы стабильной, по крайней мере, или бы напыслилась, но не на такую степень повысилась. Вот в этом задачи двух структур, общественное объединение в данном случае определена, как исследователь данной цены, государственная структура, которая может повлиять на стабилизацию данной цены. – И какие выводы, на ваш взгляд, нужно ли какое-то вмешательство в этот процесс? – Кого именно? – Ну, регуляторов, рынка? – Обязательно, только, опять же, с совместными усилиями. И так и работает Федерация профсоюзов. Они являются основными получателями информации с мест, с областей, в том числе и с нашей области. Они работают непосредственно с Министерством антимонопольного регулирования и торговли, с госконтролем. Это три основных ведомства и общественные объединения, которые занимаются по поручению президента этой проблемой. И принимают определенные меры, которые способствуют стабилизации цены. – И как растут цены в нашей области? – Ну, опять же, повторюсь, если уже так более конкретно, на что более-менее цена, я говорю еще раз, держится, это молочные продукты, кефир и так далее, что-то связанное с нашим растеневодством непосредственно. А на что растет цена, и в определенный процент, сейчас не буду уже вдавать цифры и забивать эффект, как говорится, но такая, как я говорю еще раз, гречная рука, растительное масло, все, что завозится извне, оно имеет тенденцию к повышению. – По поручению президента к этой работе по мониторингу цен подключились и сенаторы. – Да. – Алексей Николаевич, вы выполняете эту задачу еще и как член Совета Республики. – Знаете, такая же работа проводится и парламентариями, я сказала бы не только членами Совета Республики, но и депутатами палаты представителей. Таким же образом, это как на усиление, понимаете, мы делаем общее дело, мы исследуем, в принципе, одно и то же, один и тот же вопрос. И путем всеобщих усилий, о чем я сейчас и говорил, подключились мы как сенатор, но мы эту работу как общественный день проводили, и я как бы уже знаком с ней, а мои коллеги сенаторы, которые только ее начинают делать, они тем же самым вносят в общую копилку вот это вот исследование, которое дают потом в дальнейшем результат. – Ну и, конечно же, как сенатор, Алексей Николаевич, вы должны быть постоянно на связи с населением Гомельской области. Вы проводите прямые телефонные линии, вы проводите личные приемы, вы участвуете в работе общественной приемной облсполкома. Это такая относительно новая форма работы, но вы уже включились в нее. С чем к вам приходят люди, и какие здесь есть инструменты у сенатора для того, чтобы помогать людям решать какие-то волнующие, их наболевшие вопросы? – Ну, вы знаете, не так давно, буквально вчера, у меня был прием общественной приемной в облсполкоме. Меня посетили и на личном приеме, и по телефону. Мне хочу сказать, что вопросы были различные. Не было вопросов, которые, может быть, именно в данном приеме, вчерашнем приеме, больших материальных затрат повликли за собой. Но исследование вопроса и дать человеку полноценный ответ на данную тематику нужно сделать сейчас, и мы это сделаем. Дело в том, что я могу рассказать, каких вопросов была тематика, которая поступала. – Всегда есть какой-то топ, наверное, да, тем, которые звучат всегда. – Ну, это, конечно же, вопрос из ЖКХ, это понятное дело. Это социальное обеспечение, пенсионное обеспечение, люди волнуют, начисление пенсии. Иногда кто-то не согласен с уровнем своей пенсии в связи с тем, что он считает, что неправильно было начислено. Надо тоже будет исследовать документацию, дать разъяснение. Ну, то, что связано с жизнедеятельностью людей непосредственно, это, как мы сейчас слышали, это вопрос, поступивший в студию, да, человека волнуют там, где он проживает, те вопросы, которые вокруг него находятся, его насущные проблемы. – Скажите, пожалуйста, ближайший прием, и как можно к вам попасть, может быть, нашим телезрителям? – Ближайший прием состоится с 7 декабря. Прием с 10 до 12 – прямая линия, и с 14 до 17 – личный прием, пожалуйста. – Спасибо, Алексей Николаевич. Давайте рассмотрим деятельность комиссии, в которой вы состоите, комиссия по законодательству и государственному строительству Совета Республики. Расскажите, пожалуйста, какие вопросы рассматривает комиссия? – Ну, комиссия одна, я бы сказал, может быть, из ведущей комиссии, которая в Сенате находится. Но я не могу сказать, что она из ведущей. Но, по крайней мере, рассмотрение спектра вопросов очень широк. Вот буквально вчера состоялось заседание, не вчера, извиняюсь, а прошлое, заседание, на котором рассматривался ряд законопроектов, начиная от назначения, дачи согласия на назначение должностных лиц, ратификации международных договоров, определенных между определенными странами и Республикой Беларусь. Ну, и с примером, могу сказать, как одна из новелл, это рассматривался законопроект о гражданстве Республики Беларусь. На мой взгляд, очень интересный законопроект, который был принят, и скоро он в 105 силах будет опубликован. Дело в том, что в этой тематике из новелл, которую я бы хотел определить, чтобы услышали наши телезрители, срок проживания иностранных граждан на территории Республики Беларусь, которая желает получить гражданство, снизился с 7 лет до 5 лет. Человек, проживший на нашей территории, имеющий такое желание, имеет право подать документы в установленном порядке и получить разрешение на получение гражданства Республики Беларусь. Большое внимание сейчас уделяется и лицам, которые учатся на нашей территории, именно зарубежные студенты. После окончания высшего заведения они имеют право трудоустроиться на территории Республики Беларусь, установленные законодательства порядки, и по стечению работы трех лет на территории нашей страны изменить желание и получить гражданство. Согласна. Нормы своевременные, люди, которые хотят жить и хотят добросовестно работать на территории страны, должны иметь для этого возможности. Алексей Николаевич, у нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Это я звоню насчет профсоюзов этих, что у нас профсоюз не может повлиять на руководство никакого. А скажите, пожалуйста, как вас зовут и где вы работаете? Локомотивное депо. Угу. В чем проблема? В чем проблема состоит? Один цех теплый, теплый, есть отопление. Во втором начальник отключил еще старый, которого сняли. Александр Сергеевич Кудрицкий. Ой, бляха, муха, извините, не помню. Вот в данный момент это абсолютно не важно. Изложите ситуацию, пожалуйста. А начальство не хочет подключать отопление. Нету средств, ничего, и профсоюз ничего не может. А как вас зовут? Олег Николаевич. Олег Николаевич, у меня к вам будет большая просьба. Вы оставьте свой телефон, и буквально завтра я поручу техническому инспекцию связаться с вами и посетить ваше предприятие на предмет данного разговора. Я уговорю, это цех ТР-1. Номер телефона оставьте, пожалуйста. Если можно, телефон оставьте, пожалуйста. Чтобы могли с вами связаться. Спасибо большое за этот сигнал. Обязательно пребудем, разберем ситуацию. Такого быть не должно. Люди не должны на работе. Нужно быть не должны рисковать своим здоровьем. Спасибо, что вы позвонили. На самом деле, о таком нужно сообщать. В этом и заключается функция профсоюза. Охрана труда. Ведь понимаете, что тепловой режим, соблюдающий на рабочих местах, он должен соблюдаться. Человек не должен каким-то образом страдать, рисковать своим здоровьем, своим состоянием. Конечно. Ну, конечно, не можем обойти вниманием текущую политическую ситуацию, когда только стали появляться на просторах интернета призывы к забастовкам. Профсоюзы не могли оставаться в бездействии. Это было бы неправильно. Алексей Николаевич, как сейчас вы оцениваете ситуацию настроения в трудовых коллективах в Гомельской области? Давайте определимся в термии забастовка, как таковая, на предприятии, либо каком-то учреждении, организации и так далее. Это требования от нанимателя, руководителя предприятия, предположим, определенных вещей, которые связаны с трудовыми отношениями. В первую очередь, скорее всего, экономическими, может, какие-то еще и бытовые, но именно с трудовыми отношениями. Человек в соответствии с должностной инструкцией должен выполнять свои обязанности, так же, как и наниматель должен выполнять свои обязанности. И вот если они в какой-то степени нарушаются, тут возникает спор и появляется такая форма протеста, как забастовка. Но когда забастовка, как называемая, как ее называют в настоящее время, проводится по политическим мотивам на предприятии, это в корне неправильно, потому что на предприятии человек должен работать в соответствии с контрактом и действовать в рамках трудового законодательства. Если есть желание выразить свою волю каким-то образом или политические взгляды, пожалуйста, есть территория, не связанная никак с рабочим местом, с предприятием, выражать ее в другом месте. Потому что здесь совершенно другие правила на предприятии, здесь надо исполнять свои должностные обязанности, иначе это будет уже рассматриваться как нарушение. А если нарушение, следует, идут и санкции. Это может быть и увольнение, что, в принципе, мы и видели на многих предприятиях нашей страны, где люди попали под эти санкции вполне законно, потому что есть трудовой кодекс, и его надо соблюдать. Поэтому я, естественно, лично сам отношусь негативно, и позиция Федерации профсоюза Белоруссии, и Гомельское областное объединение в частности, это, конечно, полное несогласие с данными действиями. Поэтому на наших предприятиях в настоящее время в Гомельской области такая ситуация не существует, она была, не так может быть остро. Примером там был и наш Гомельский Сельмаш, где тоже также люди пытались поднять ситуацию именно в таком ракурсе, как проведение забастовки, но это было оккупировано и прекращено. И БМЗ, мы знаем, также в Жлобине. Но в настоящее время такая ситуация остро не стоит. Я знаю, что разговоры республики ведутся, и есть определенные силы, негативно настроенные, которые пытаются эту тему постоянно эмуссировать и постоянно ее поднимать. Но, опять же, еще раз говорю, давайте разделять отдельно. Что такое забастовка в экономическом плане? Ну, наверное, это и нужно было объяснять, да, внутри коллектива. Конечно, надо было объяснять, почему любой работник предприятия, можно сказать, в ответ тому, кто пошел в рабочее время стоять на улице и доказывать свои политические взгляды, что, а почему я должен исполнять твои трудовые обязанности, пока ты стоишь там и что-то доказываешь с политической точки зрения. Если это касается нас, как работников, и я не согласен с какими-то действиями нанимателя, да, возможно, это еще и может проводиться. Но не решает на предприятии политических вопросов, и это, я уверен, на 100%. Мы хотим работать и зарабатывать. Конечно, это главная цель на предприятии. Да, к такому решению пришли трудовые коллективы. Это не стало тенденцией, и какие-то попытки влияния не раскололи. Трудовые коллективы, можно считать, что ситуацию эту решили благополучно, да, что предприятия, организации с ней справились. Может быть, на первой волне, но нельзя успокаиваться, надо, скажем, работать в этом, разъяснять людям, встречаться с людьми, потому что иногда из-за незнания того или иного аспекта или того нового нормы законодательства люди опрометчиво поступают неправильно. Да, и можно пострадать. Конечно. Сейчас тоже очень важный процесс происходит, это обсуждение изменений, которые будут вноситься в Конституцию Республики Беларусь. Правосоюзы Гомельской области принимают участие в этом процессе? Конечно, конечно. Как, в принципе, и все общество. Я знаю множество и партий, и общественные объединения, которые на своих площадках, в своих городах, в областях участвуют, вносят предложения, которые будут обязательно рассмотрены, где-то аккумулированы и внесены для рассмотрения уже определенными структурами, которые занимаются это на профессиональной основе. Если касается профсоюзной организации, непосредственно Федерации профсоюзов и Гомельской областной объединения, конечно же, мы делали упор на каких-то конкретизаций определенных норм в Конституции связаны с трудовыми правоотношениями, в первую очередь. Потому что у нас главная уставная цель – защита социально-экономических прав трудящихся. Поэтому здесь мы просили внести изменения в те нормы, такие как «право на труд», где мы конкретизируем определенные термины, которые мы хотели бы видеть, предположим, не гражданин, а человек, тем самым уйти от этих узких рамок гражданина. Есть люди, которые работают у нас, не являясь гражданами, но являются тоже… Чтобы это не могло быть причиной для отказа в трудоустройстве. Значит, со всеобщей декларацией человека, как нормативный документ международного масштаба, об этом говорит именно в такой интерпретации. Поэтому вот в этом направлении мы предлагали нести изменения и по охране здоровья, конкретизировать определенные нормы. Вот в этом направлении профсоюз в первую очередь и действует. Различные партии, различные общественные объединения вносили иные изменения. Не изменения, а предложения по изменению. Поэтому я думаю, что каждый должен услышан быть, рассмотрен любое предложение и внесены разумные изменения в Конституцию в соответствии с существующей ситуацией в стране и в мире. Алексей Николаевич, лично у вас есть мнение о том, какие предложения в первую очередь должны быть рассмотрены? Я бы не сказал, что в первую очередь они должны быть рассмотрены в совокупности. Мы не можем Конституцию взять и определить, что там должно быть в первую очередь, что в вторую, что в третью. Любая сфера жизнедеятельности человека, отраженная в Конституции, должна быть рассмотрена в равной степени. Здесь и избирательные права людей должны рассмотрены быть, и быть как одно из самых главных. И в то же время местное управление, самоуправление и так далее, и так далее, и так далее. Это все аспекты нашей жизни. Нельзя сказать, какой из них главнее. В совокупности, поэтому это очень кропотливая работа. Она не может быть сделана за месяц, за два. Для этого нужно время, чтобы это было качественным документом и отражало все направления и все слои общества. Как можно поучаствовать в этом процессе желающим? Есть площадки, определенные, которые объявляются, которые проводятся. Есть общественные объединения, куда обращаются люди к нам, в том числе. Вот общественная приемная, которую вчера я проводил, одно и было позывом «звоните, сообщайте мне как сенатору то, что вы хотели бы видеть, какое хотели бы видеть изменение». Я обязательно донесу до нашего, одного из главных органов республики, как закон творческого, где оно будет рассмотрено в таком же належащем порядке, как и должно быть. Защита прав человека труда. Основная задача работы профсоюзных организаций. Как вы оцениваете роль правовой службы профсоюзов в этом году? Насколько их услуги были востребованными? Насколько их помощь была действенной? Ну, правовая служба, она одна из самых задействованных, наверное, в деятельности профсоюзов, как и охрана труда в том числе. Но здесь интерес людей в защите своих прав, в том числе и в судебных заседаниях, очень высок. И очень такой важный, я бы сказал, потому что вот мы в отношении 286 организаций в этом году, значит, и частная, и государственная форма собственности, установлено более 900 нарушений того или иного масштаба, где-то поменьше, где-то побольше, которые были определены и указаны нанимателю, руководителю территории той или иной, где это рассмотрено, для того, чтобы они были устранены. Это так, как в форме профилактики, скажем так. Значит, было составлено 168 различных профессиональных документов. Это как исковые заявления, как и в какие-то государственные органы обращения, которые человек приходит к нам, и на безвозмездной основе мы ему помогаем составить. Вот. 12 незаконно увольных работников было в основном на работе. Тоже немало уже. 12 семей, 12, значит, ячейк общественности, так можно назвать, которые нуждаются в нашей защите. Это тоже немаловажно. 320 тысяч рублей было возвращено незаконно удержанных нанимателям от работников. Как обратиться за этой помощью к правовому инспектору? Нам лишь только надо позвонить в Гомельское областное объединение, а желательно по отраслевому принципу, в тот профсоюз, с которым вы относитесь в соответствии с там, где вы работаете, и правовый инспектор вас непременно примет и выслушает, и окажет помощь правовым. Спасибо. Алексей Николаевич, есть несколько вопросов у нас на Вайбере. В праве ли работодатель отказать работнику в отпуске за свой счет? Нет. Существует норма законодательства, которая определяет конкретно, в каком случае имеет право написать работник нанимателю, и наниматель обязан предоставить отпуск за свой счет. Есть на то есть определенные основания, и все регулируется законодательством. Если есть конкретный случай, а просто тому человеку, который пишет, посоветовался обратиться, свои конкретные проблемы, и мы ему все подскажем, потому что иногда вот такой общий вопрос не дают конкретного ответа человеку. Ну да, мы не знаем ситуацию на предприятии. Мы не знаем ситуацию со стороны работников, со стороны нанимателей. И насколько обоснованно причина. А можно не указывать причину? Ну, то есть семейные обстоятельства, я же в праве, например, не раскрывать их работодателю, почему мне вот нужно несколько дней свободных от работы. Я не вижу больших причин для отказа нанимателю. Ну, значит, они есть. Надо просто следовать. Будут ли в этом году проводить детские елки? Знаете, эта тема очень в настоящий момент обсуждаемая. Я бы скажу только за областное объединение в настоящее время. Значит, мы с 14 декабря по 15 января будем проводить мероприятия на всех уровнях и правкомов, и объединения, и обкомов, посещать детские дома, СПЦ, семьи, которые воспитывают детей приемных, и тем самым их поздравлять с новогодними праздниками, рождественскими праздниками. Мы заявились на проведение елки, как ежегодично мы это делаем, на 22 число. И у нас есть постановление о соответствующем объединении, но в соответствии с пневмологической ситуацией мы будем смотреть, как это сделать. Все-таки это большое скопление детей. У нас на каждой елке присутствует более 500 детей. Они возвращаются. Это в основном дети детских домов, интернатов. Они возвращаются. И есть риск заражения, не дай бог, такое будет. Конечно, в приоритете должна быть безопасность. Хотя и дети тоже не должны остаться без праздника. Нет, это однозначно. Спокойного и радостного завершения этого такого беспокойного года. Я вам желаю, Алексей Николаевич, спасибо. Взаимно, Ольга. За участие в программе. Всем спасибо. Член Совета Республики и Национального собрания Беларуси, председатель Гомельского областного объединения профсоюзов Алексей Неверов был сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова